Этот выпуск я задумал еще прошлым летом, но отложил в долгий ящик. Настало время воплотить задуманное. Когда речь заходит о самых технически продвинутых играх для NES, то обычно вспоминают Battletoads и Bakio Haru. Между тем существует много менее известных, однако не менее впечатляющих по графике игры. Сегодня я предлагаю короткий обзор таких игр. Joy & Mac Caveman Ninja DataEast выступил в этом случае лишь издателем Порта со своей одноименной аркады, а Порт был сделан английской компанией Allied Systems. Игра сразу впечатляет красочной графикой с параллаксом, когда фон многослойный и задние слои сдвигаются медленнее передних, но геймплей поначалу скучен. Идешь вперед, бросаешь топоры до бумеранги, а на тебя тупо валят враги. Неужели все силы разработчиков ушли на графику и звук? Кстати, тут звучат даже оцифрованные голоса. Но постепенно игра выравнивается в добротную бродилку с выдающейся графикой, которая хоть и для Sega в пору. Однако, управление в Joy & Mac очень дурное. Особенно прыжки, когда для высокого прыжка надо использовать еще и крестовину. Metal Storm – это игра 1991 года от компании IREM сразу привлекла мое внимание параллаксом. Причем, в отличие от Joy & Mac, тут параллакс полноценный, не только по горизонтали, но и по вертикали. В Metal Storm вы управляете роботом, который ходит по разным технологическим уровням, причем для прохождения надо постоянно переключать понятия верха и низа, т.е. вы можете управлять гравитацией. Под это заточим и дизайн некоторых уровней, что на каком-то этапе вызвало у меня раздражение и я бросил эту игру. Нарекания у меня вызвали также боссы, хотя я добрался только до первых двух. В комнате с первым можно просто найти место, куда босс не попадает стрельбой, а ты стоишь на месте и валишь. Второй босс тоже совсем простой, а как дальше – не знаю. Несмотря на потрясающие возможности движка, игра не понравилась мне однообразием и какой-то прямоугольностью обстановки. Не оценил я и изюминку в виде управления гравитацией. Я говорил о раздражении, так вот иная игра раздражает, но ты хочешь пройти ее дальше. А в Metal Storm заранее понятно, что вас ожидает дальше. Те же прямоугольники и заморочки с приключением гравитации. Days of Thunder – это игра, разработанная австралийской компанией Beam Software в 1990 году по графике и звуку в пору Sega Mega Drive, чем-то по духу напоминает сеговскую Kawasaki, но сама по себе даже как-то поживее. В игре есть оцифрованный звук. Графика выглядит воистину трехмерной, я не видел таких игр для NES, да и гонки под Sega того времени кажутся попроще. Долгое полуторачасовое полное прохождение Days of Thunder несколько разбавляется классными анимационными вставками, но в целом геймплей скучно вы упорно наматываете круги под ленивую смену фона от уровня к уровню. Из игры могла бы получиться конфетка, будь трассы замысловатей, а на заднем плане появлялись бы, например, деревья или горы, а не только небо и облака. Но и без того Days of Thunder – технологический шедевр своего времени. Attack Animal Gakuen или Attack Animal Academy Типично аркадная игра 1987 года с графикой на уровне первых 16-битных консолей. Этапы отличаются обстановкой и довольно разнообразно. Между ними предстоит сражаться с боссами. Красивая, добротная и сложная игра. В нее можно было, кстати, играть через фамикомовские трехмерные очки. Dream World Pogi Dream World Pogi известна по плохо уравновешенному прототипу 1993 года. Разработчиком выступила компания Oliver Twins Games, известная своими играми про Dizzy. Сюжетно Dream World Pogi относится тоже к миру Dizzy и повествует о приключениях ушастого существа – Pogi. Издателем игры должна была стать Камерика, однако она обанкротилась до завершения работы над Pogi. Несмотря на это, прототип игры проходим, в нем 15 уровней и концовка – игра очень сложная из-за неотлаженного баланса. Dragon Slayer – последняя игра в этом обзоре, чертовски сложная и красивая. Выпущена она была в 1990 году компания Motiv Time. Большинство людей не проходит дальше первого уровня, потому что в нем надо, ну, вот как до такого дойти своим умом. Признаться, я боюсь заморочиться и пробовать пройти ее дальше. Вот такие технологические шлеверы были для платформы NES. То есть не только Battle Toys с едиными жив был тогда технологический прогресс. До новых встреч. Это был Петр Семилетов, передача ТУРБО.